Он сильно расстроился, очень сильно расстроился, и вот он за границей никогда не был, получается. Так почему народного художника Казахстана, Абулкана Костеева, не выпускали из страны? Возможно, ответ нашелся в личном архиве художника. Здесь, в этих документах, содержатся тайны, которые он скрывал даже от своих родных. Вот папка, в которой хранятся воспоминания Костеева о нелегальном визите в Китай в конце 20-х годов прошлого века. Об этой авантюре, в которой Абулкан едва не погиб, он рассказывал только доверенным лицам. Однако вряд ли эта история была тайной для бдительных спецслужб, которые были обязаны принимать ее во внимание. Ну вот они, видимо, пешим переходом, несколько человек пошли они в Китай. Это было где-то в 29-30-х годах. Когда они перешли границу Китая, их задерживает жандармей, их закрывает в лагерь. А в лагере приходилось им с утра до ночи работать. Там не смотрели ни на что толком, не кормили, невозможно было ни помыться, ничего. И там он находился где-то около года. И совсем уже, когда здоровье у него стало пропадать, работать он не мог, они решили сбежать. Втроем, по-моему, они сбежали. Втроем сбежали в город с шимпанзе, что и называлось. Там они остановились у какого-то бая и выращивали там рис. И вот таким образом они жили у него. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok